Здравствуйте , приветствую вас на моем канале , и сегодня мы с вами поговорим о воде . В чем состоит опасность того , что человек употребляет слишком мало чистой воды ? Какие болезни можно предотвратить , а иногда и вылечить , если пить достаточное количество воды ? Сколько воды нужно выпивать в день ? Что такое рекомендуемое количество воды именно для вас ? Можно ли пить воду натощак , на голодный желудок ? Сегодня вы узнаете о том , что вода делает с вашей кожей , с вашим мозгом , с вашими почками , с вашими мышцами и с вашим телом в целом ? Многие знают , что вода стоит очень дешево , но мало кто задумывается о том , что при правильном применении воды , ваша жизнь может измениться к лучшему . Вокруг нас очень много людей , тех , которые не пьют достаточно воды , а между тем 60-70 процентов человеческого тела состоит из воды . И поэтому вода самый распространенный элемент в нашем теле . Итак , начнем . Что значит вода для нашего организма ? И начнем мы с орта . Вода обязательно присутствует в составе слюны . Слюна помогает нам переваривать пищу и держит наш рот увлажненным . Достаточное количество слюны снижает риск развития кариеса . Если вы выпиваете мало жидкости , ваш рот будет менее увлажненным . Помимо рта вода нужна для выработки синавиальной жидкости . Простыми словами вода участвует в процессе смазывания наших суставов . Синавиальная жидкость состоит из двух основных компонентов жидкостного и белково-полисахаридного . Жидкость представляет собой по сути плазму крови . А плазма крови состоит из воды , в которой растворены вещества , белки 7-8 процентов от массы плазмы и другие органические минеральные соединения . Даже диски нашего позвоночника должны быть хорошо увлажнены . Тогда межпозвоночные диски дают возможность позвоночнику двигаться и обеспечивают его амортизацию , смягчая нагрузку в повседневной жизни . Если вы обезвожены , то можете ощущать постоянную боль в суставах . Чаще всего в коленных суставах . Вода также помогает регулировать нашу температуру . Когда человеку очень жарко , конечно же он потеет . И это помогает охладить тело . Если вы обезвожены , вы хуже переносите жару . Что касается крови , то кровь более чем на 90 процентов состоит из воды . И конечно , все вы знаете , что кровь переносит кислород , глюкозу и другие питательные вещества в каждой клетке нашего организма . При недостатке даже небольшого количества воды кровь становится менее текущей и снабжение организма питательными веществами ухудшается . А что делает вода для вашей кожи ? Более увлажненная кожа выглядит более молодой , гладкой красивой и привлекательной . Обезвоживание делает кожу более хрупкой и более уязвимой . При недостатке воды увеличивается количество морщин и тонких линий , которые могут образоваться слишком преждевременно . Если вы хотите выглядеть красиво , увлажнение для вас является очень важным . Но дело не только в красоте . Вода помогает вашему организму работать лучше . Мозг почти на 80 процентов состоит из воды . Чтобы эффективно работать клеткам мозга нужен баланс воды и других элементов минералов и солей . Такие минералы и соли как хлориды , фториды , магний , калий , натрий попадают в наш мозг с каждым глотком этой целебной жидкости . Доказано, что снижение уровня воды лишь на 3-4 процента моментально влияет на водный баланс мозга , вызывая ряд проблем , например усталость , помутнение сознания , снижение уровня энергии , ухудшение памяти , головную боль и перепады настроения . Нарушается двигательная функция , а также если мозгу не хватает воды , снижается внимательность . Вода нужна для стабильной работы кишечника . Конечно кишечнику нужна вода для нормального функционирования . Обезвоживание может привести к проблемам с пищеварением , запором и чрезмерной кислотности желудка , что увеличивает риск изжоги и даже язвы . Нашим почкам тоже необходима вода для работы , для выработки мочи , для того , чтобы способствовать очищению организма от токсинов . Недостаток воды может привести к образованию камней в почках и даже к почечной недостаточности . Наши легкие и дыхательные пути нуждаются в воде для производства слизи . Если вы обезвожены , то это может усугубить астму и даже аллергию . Вода нужна мышцам . Известно , что обезвоживание снижает работоспособность мышц при продолжительной деятельности дольше 30 минут . Питьевая вода помогает избежать мышечных спазмов . Даже если вы теряете всего 2 процента воды содержащейся в организме , это может повлиять на вашу физическую работоспособность . А еще вода помогает в снижении веса . А очень часто люди склонны путать чувство голода с чувством жажды . Поэтому при первых признаках голода сначала выпейте воды . Выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи . Тогда чувство сытости придет быстрее . А потому вы съедите меньше еды и улучшите обмен веществ . И сколько же воды нужно выпивать в день ? Об этом мы подробно поговорим чуть-чуть ниже . Конечно же многое зависит от вашего возраста , вашего веса и от того есть у вас или нет какие-либо проблемы со здоровьем . Так мы знаем , что для людей с проблемами в работе почек и с сердечной недостаточностью нужно быть осторожными с употреблением воды . Если вы много тренировались и слишком много потели или погода слишком жаркая . Если у человека рвота от отравления или диарея или лихорадка , то конечно нужно пополнять запасы своего организма водой . При приеме диуретиков или если у человека диабет , это может увеличить риск обезвоживания . А пить воду натощак это важно ? Да ! Конечно ! Когда вы спите , ваше тело все еще активно . Организм теряет жидкость через кожные покровы , во время дыхания и в случае даже когда вы храпите . И поэтому мы просыпаемся уже немного обезвоженными . Хорошая идея , чтобы начать свой день с того , чтобы выпить воды . Вода , а не кофе . Потому что кофе обладает мочегонным эффектом и способствует обезвоживанию . Чистая вода комнатной температуры , а лучше чуть теплая . Без газа это то с чего нужно начинать свой день . Организм человека это саморегулирующаяся умная система , которая способна также регулировать и уровень воды в организме . Организм постоянно работает над поддержанием баланса поступающей и выводимой воды . Если человек пьет слишком много воды , организм выделяет больше . Если человек пьет слишком мало , то тогда организм будет выделять меньше . И определить достаточно ли вы пьете воды на самом деле просто . Если у вас происходит процесс мочеиспускания каждые 90 минут , то это нормально . Так же считается нормой , если цвет мочи светло соломенного цвета . Если же моча темная и вы мочитесь каждые 6 часов или реже , то это как раз таки указывает на то , что вашему организму не хватает воды и он ее удерживает внутри себя . И тогда вам нужно пить больше . Но если моча прозрачная возможно это переизбыток жидкости и скорее всего вода не принесет вам пользы . Для того чтобы увидеть какой цвет вашей мочи , нужно просто в течение дня помочиться в стеклянную баночку . Так вы даже сможете увидеть все ли в порядке с вашим мочевиком и почками . Если моча мутная или с присутствием белых хлопьев , то это говорит о воспалительном процессе в мочевыделительной системе и тогда нужно обратиться к врачу . Хочу обратить ваше внимание на то , что утренняя моча чаще всего чуть темнее чем в течение дня . Так как мы уже разобрали выше , ночью во время сна человек теряет воду и утром просыпается чуть обезбоженным . Также определить достаточно ли вы пьете воды , вам поможет ваша кожа . Для этого зажмите пальцами кожу на тыльной стороне кисти на несколько секунд . Простыми словами ущипните себя . А затем отпустите . Если упругость кожи быстро восстановится , вы хорошо гидротированы . Но если потребуется время , чтобы кожа вернутся в нормальное положение , то это указывает на то , что возможно у вас обезвоживание . Вот это собственно то , о чем я хотела вам рассказать . Напоминаем , информация на канале дана для ознакомления и перед ее применением посоветуйтесь с врачом . Ну а я же желаю всем крепкого крепкого здоровья и долгих долгих лет жизни . Ну а на сегодня это все . До следующих встреч . Пока Субтитры сделал DimaTorzok